Вот и тройка, Made in Russia. Сейчас посмотрим, где он собран. Вот шильдик. Плоховато видно. Московская область, Солнечногорский район, деревня Елена. Возведено в России. Так, топливный бак. Металл. Горловина маленькая, из конец ты замутишься заливать. Так, по кабине. Наверху есть дублер поворотника, а фонарь только два. Ковари. Вот рычаг скоростей, на счет скорости очень гремит, шумит рычаг. Есть у них такая фигня, вибрация. На Вольво такая же хуйня была. Потом и рычаг начнет вибрировать, шуметь. Я его пальчиками придерживаю. Это рычаг что ли? Нет. Челюсть, челюсть. Где-то не шумит, вот этот гремит вообще сильно. Так, сейчас в кабину позже зайдем. Крылья, металл. Вот каретку он сейчас на правую сторону подвинул. И смотрим. Краска на голый металл. Набрызгана. Без грунтовки. А вот здесь защита мощная у фонарей. Так, постреля я заметил. То вот начали усиление делать. Вон видно, накладка наложена. Раньше не было уже. Раньше не было, поэтому у меня и оторвало все это дело. Дальше. Быстросъема нету. Понятно, дешевый вариант. Сами купим. В другом месте. Плавающий нет? Так. Вот. Левая сторона. Инструментального ящика нету. Я куда ложить? Придется самим сварганить. Так. В кабину зайдем. Вот такой панельчик. Под Индию. Тут, конечно, много места. Есть что положить. Пообедать. Тут все рычаги. Да. На обеда хорошее место. Вот тут бардачок. Тут тоже маленький. Тут даже можно сидеть. Так. Панелька передняя. Вот такая. Вот сюда можно вещи ложить. Наня на солнышке. Перегреется. Что плохо? Рулевая колонка не играет. Она мертво стоит. Неподвижная. Очень плохо. Что у него еще? СРС нету. Линии гидромолота нету. Плавающий нету, да? Два насоса только. Никакого эко. Приемника нету. Пойдет. Вот этот. Кабина вон другая немножко. Заднее стекло я замерил на один сантиметров уже, чем на европейце. Ну и это нормально. Хватает. А вот боковой обзор чуть-чуть не очень. Из-за этой стойки. Ничего. Терпимо? Да. Панель еще высоко. Не видно. Это. Забора. Какого забора. Да. Кстати, вот про замок зажигания. Да. Чего-то. Готово.